Полет в столицу Венгрии Будапешт мы совместили с отдыхом на острове Маргит. Это чудесное живописное место, о котором стоит рассказать. Остров Маргит расположен между Будой и Пештой и является охраняемым ботаническим садом с древними деревьями, розарием, зоопарком, японским садом, цветомузыкальным фонтаном и двумя гостиницами, из которых мы выбрали Маргит Зигит, так как в ней, согласно проспектам, находится один из лучших оздоровительных спа-центров Европы, включающие в себя два бассейна, сауны и, по желанию, различные процедуры. Гостиницы относятся к разряду люксовых, и номера действительно хорошие, просторные, уютные, балконы с видом на парк или на Дунай. Лично нам здесь очень понравилось. Недорого, комфортабельно, красиво и вкусно. Персонал мил и доброжелателен. Отметка из 5 баллов 5. Гостиничный ресторан с налетом изысканности и приятным цветовым дизайном. Блюда разнообразные и вкусные. До обидного даже не к чему было придраться. Каждый вечер в фойе музицировали пианисты. Цыганей с медведями наш заезд не было. Ну, может, мы просто не застали? Вдоль берегов Дуная, по всей длине острова, проходят беговые и пешеходные дорожки. Японский сад – это воистину райский уголок. Соединяющиеся каналами прудики усеяны буйно цветущими водяными лилиями, где шныряют прикормленные уточки, рыбки и почти ручные черепашки. Местные лягушки наперебой устраивают вокальные соревнования. В это время года, в конце мая, распустились многие цветы – пионы, розы, амаки огромного размера. Ладонью не охватишь. Чем они их тут поливают? Примыкающее к японскому саду здание все увито плющом, что придает ему декоративной прелести. А это роскошное, ослепительно-белое деревце выглядит, как принаряженная невеста. Иногда по вечерам мы уходили на вечерний фонтан. Это фееричное цветомузыкальное шоу. Почти часовой концерт с различным репертуаром – от классики до современной рок- и поп-музыки. Музыка. Парк очень ухожен, аккуратен. Гулять здесь – сплошное удовольствие. В выходные дни на острове выстраиваются палатки с едой, товарами и аттракционами, и сюда стекается народ со всего города. Остров Маргит посредством одноименного моста соединен с городом, и уже через 15 минут можно оказаться в его центре. Прогуливаясь по мосту, можно любоваться быстротечным Дунаем, снующими кораблями, а также красавцем-парламентом, которому буквально 5 минут езды на трамвайчике. Парламент расположен на площади Кашута, в центре которой у коронационных регалий время от времени происходит смена почетного караула в исторической униформе. Решение о строительстве здания парламента было принято в 1873 году после объединения Будды и Пешты. Здание парламента – самое большое в Венгрии. В нем 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков. Очень величественный стиль парламента сочетает в себе неоготику и элементы восточной архитектуры. Строительство велось 19 лет. Мы, к сожалению, ограничились только внешним осмотром, но по описанию стоило бы пройтись по внутренним залам, интерьеры которых под стать дворцовым. По другую сторону площади находится этнографический музей. На набережной перед парламентом есть одно пронзительное место. Вдоль реки, в разброс, стоят необычные пары обуви, детские ботиночки, женские туфли, тяжелые мужские. Этот мемориал в памяти жертвах Холокоста имеет свою трагичную историю. В конце Второй мировой войны нацисты производили массовые расстрелы. Чтобы не заниматься захоронением, жертвы выстраивали на берегу, сковывали цепью и стреляли в первого. Как же обойтись без речной прогулки на катере по Дунаю? Билеты приобрели в одной из прибережных касс и отправились в Аяш, который состоял ровно час. С помощью наушников мы прослушали необходимую информацию на родном языке. Прелесть такой экскурсии в том, что можно за короткое время обозреть многие достопримечательности, причем с отличного от пешеходного ракурса. В один из солнечных дней мы решили посетить рекомендованное кафе Нью-Йорк, которое по праву относится к числу самых красивых кафе в мире. Находится оно на бульваре Эржебет в импозантном, шедеврально оформленном дворце Нью-Йорк. Переступив порог, мы сразу укунулись в атмосферу роскоши и богатства. Великолепные картины известных мастеров, позолоченные скульптуры, хрустальные люстры, мрамор и бронза, бархат и шелк, официанты во фраках. Все, как и положено в настоящем дворце. После 15-минутного томления в очереди нас провели к столику у окна, где мы заказали по молочно-шоколадному коктейлю стоимостью 9 евро. Мы его пили полчаса, так как хотели за эти деньги хотя бы немного проникнуться духом эпохи и красотой интерьера в стиле итальянского ренессанса. Было так приятно бродить свободно по улочкам, не думая о работе и оставленных дома обязательствах, созерстать местные колоритные детали, создающие образ города. Вот эта знаменитая улица Будапешта усеяна кафе, ресторанами, бутиками, сувенирными магазинчиками и по ней мы хаживали не единожды. И, конечно же, стоит отведать традиционную венгерскую выпечку цилиндрической формы, напоминающую любимую в детстве заварную трубочку и называемую труднопроизносимым словом кюртош-калач. Эти калачи готовят на открытом огне, посыпают ванилью и корицей и особенно вкусно, если наполнят его мороженым. Сейчас мы обедаем в местном будапештском ресторане. Заказали салат с соломоном. И нам попалась вот такая вот интересная штучка. Сейчас я её надкушу. Внутри такие зёрнышки. И вопрос на засыпку. Что это такое? Не применули мы заглянуть на центральный рынок. Здесь много всяких копчёностей. И что обычно везут из Венгрии в качестве сувениров, это красиво упакованные специи. Но нам больше всего хотелось попробовать свежих ягод, таких как шелковица, голубика, малина, которые только появились в продаже. Вкусно? Да. Стой, я покажу. Вау! Как-то в Будде мы зашли в специализированный магазин, где просто глаза разбегались от изобилия всевозможных специй. Всё подписано, упорядочено, как в аптеке. Самый красивый мост, он же первый постоянный мост через Дунай, соединяющий две исторические части Буду и Пешт. Это цепной мост. В двух сторон он украшен скульптурами вальяжных львов. Этот мост избран влюблёнными для своих романтических замочков. Обзорную дневную экскурсию мы начали с посещения Купалин-Сеченьи. Это самый большой банный комплекс Европы, снабжённый тремя внешними и пятнадцатью внутренними бассейнами. Термальная вода богата многими лечебными минералами, поэтому здесь достаточно желающих оздоровиться. Следующим пунктом посещения был романтический замок. Сейчас я настроюсь, чтобы произнести его название. Вайн-да-хун-нят. Вот так непросто. Находится он в самом центре Будапешта. На его территории несколько зданий. Монастырь Щасовний, готическая цитадель, башня апостолов и итальянская палацца. Во внутреннем дворике стоит памятник анониму, дотронуться до руки которого считается удачной приметой. В примыкающем к замку парке устроили различные аттракции, так как этот день оказался праздником семьи. Далее мы прошествовали к площади героев, которая является одной из достопримечательностей города. В центре ее колонна со статуей Архангела Гавриила, которая находится на верхушке вот этой стелы. Остальные скульптурные композиции символизируют основные вехи страны и героев Венгрии. Далее мы поднялись на смотровую площадку горы Геллерд, откуда открывается вид на большую часть столицы. Еще одним значительным символом Будапешта является фонтан охота короля Матеша, настоящее произведение монументального искусства. Особенно впечатлили милые собачки, так натурально пьющие стекающую воду. Самым интересным местом в этот день оказался рыбацкий бастион, представляющий собой целый архитектурный комплекс вокруг площади с фонтанами. Несмотря на свое название, рыбацкий бастион никогда не имел оборонительного значения. В древние времена здесь находилась площадь, окруженная крепостной стеной, где торговали рыбой. В случае войны будайские рыбаки защищались от нападений, и поэтому бастион стал своеобразным памятником храбрым жителям страны. Напротив красуется собор Святого Матиша, грациозное, устремленное к небу, благородного вида здания. Последнее время многие туристы используют для удобства мобильные виды транспорта. Проехав несколько кругов по городу, мы завершили обзорную экскурсию и предоставленные сами себе решили отыскать еще один рекомендованный объект. Будучи в Будапеште, стоит посетить Большую Синагогу, так как это не только историческое место, но и очень красивое здание с точки зрения архитектурного исполнения. КОНЕЦ на заднем дворе мемориальный парк памяти жертв Холокоста, где находится трогательная плакучая ива, на каждом листочке которой выбиты имена погибших венгерских евреев. Одна из частей мемориала сделана в виде гранитных плит с именами венгров, спасших жизнь евреям во время Холокоста. К синагоге примыкает еврейский музей, где собраны редкие предметы быта и разнообразные реликвии. БУДАПИШТИ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО СОБОРОВ, церквушек, храмов, музеев, отражающие культуру и традиции страны. И говоря высокопарным языком, это не только религиозные святыни города, но и общенациональные памятники истории. Несмотря на обещанные всю неделю дожди, нам повезло с солнечной погодой и только два дня были легкий дождь, переходящий в ливень. А сейчас насчет обещанного ответа по поводу необычного ингредиента в салате. Это маринованные плоды каперсника. Как из любого приятного путешествия, нам было немного грустно возвращаться домой, но есть еще столько неохваченных отпуском интересных мест на земле, которые мы надеемся посетить в следующий раз. Всем зрителям прекрасного настроения и только позитивных эмоций!